Спонсор службы новостей – офтальмологический центр «Крофт-Оптика-М». Здравствуйте! В эфире телеканала «Карибу» «Итоги недели». В студии работает Александр Дроздов. В выпуске вы увидите. В Магадане отсутствует бензина И-98. Как магаданцы справляются с дефицитом топлива? Автобусная остановка на улице Колымска переехала. Как к этому отнеслись жители областного центра? ГЛУД готовится к асфальтированию Советской. Какие работы еще предстоит выполнить? Образ ведущей создан стилистами салона красоты «Преображенский», расположенного по адресу Гагарина, 28Б. Спасатели предупреждают. 14 августа в понедельник с 10 утра запланирована проверка комплексных систем экстренного предупреждения населения. При этом будут включены электромеханические сирены, громкоговорители, а также речевые и текстовые сообщения разместят на радио и телевидении. И к другим новостям. Кастрюля «Не гори». Чудесную посуду из редких сплавов на этой неделе предлагали колымчанам гости из Москвы. Цена одной сковороды – десятки тысяч рублей. За кухонную утварь пенсионеры готовы были отдать любые деньги, лишь бы получить гарантированные подарки. Чем это для них обернулось, расскажет Олеся Хитагурова. Волшебное антиприкарное покрытие нагревается за 10 секунд. Суперсковородки и сотейники предлагала группа «Арбат» магаданцам на презентации в одном из городских кафе. Вот только стоят они, как целая кухня. Не хватает денег – не беда. Тут же на месте оформляют кредит. А вы оформляете кредит? Да. Вы считаете это правильно? Подожди, я позвоню. Алло, девушка. На наши вопросы представители фирмы отвечать отказались. Здравствуйте, телеканал «Арбат». Компания работала в Магадане около недели. В презентациях приняли участие сотни колымчан. Среди них Марина и Евгений Лысаченко. Пенсионеры собственными руками подписали себе приговор. Оформили кредит на 70 тысяч рублей. Пара говорит, для них это неподъемные деньги. Они сами не поняли, как это произошло. На мобильный телефон пришло приглашение от некоего кулинара на лотерею в одном из магаданских клубов. Дальше все как в тумане. Помнят, как представители компании «Станкино» обещали подарки за небольшие покупки. А для того, чтобы их получить, просили подписать какие-то документы в полумраке. Что это были за бумаги, пенсионеры поняли только на следующий день. Ну, я же приехала домой. Я говорю, давай вот это все смотреть, вот это подарки. Ой, что вы! Я была на седьмом небе от счастья. А в воскресенье утром я встала. Как обычно, попили кофе, я говорю, Жень, а что за бумаги она тебе дала? Давай посмотрим. Мы когда глянули, что это кредит на 70 тысяч, у меня истерика. За помощью Евгений обратился в редакцию нашего телеканала. Изучив практику других регионов, мы сообщили о произошедшем в полицию, где начали проверку. В настоящее время по всем данным обращениям проводится проверка, по окончанию которых, соответственно, будет вынесено принято соответствующее процессуальное решение. В качестве совета граждан нашим жителям города Магадана можно посоветовать следующее, что при оформлении документов и при общении с данными представителями, необходимо все-таки досконально читать документы, понимать, что вы подписываете. Четверым колымчанам деньги уже вернули, кредиты аннулировали. По словам сотрудников правоохранительных органов, подобные ситуации в Магадане не редкость. За 7 месяцев 2017 года на территории города Магадана зарегистрировано около 168 сообщений, связанных с мошенничеством. И, к сожалению, при изучении нами материалов, соответствующих проверок, мы можем констатировать, что в ряде случаев это просто оплошность и невнимательность наших граждан. А по большому счету доверие. Названия разные, схема одна. По всей стране пенсионеров приглашают на презентации, где проводят мастер-классы и обещают бонусы. Чаще всего такие компании-гастролеры приехали, продали, уехали. Все, что остается у покупателей, это кредитный договор и кастрюли за десятки, а то и сотни тысяч рублей. Желая стать обладателем суперпосуды, доверчивые пенсионеры готовы подписать любые бумаги. И даже не задумываются о том, что на самом деле сковорода из особого сплава с антипригарным покрытием в магазинах города стоит до 10 тысяч рублей. Но никак не 70. Но в погоне за дорогостоящими подарками они готовы платить космические проценты, забывая, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Олеся Хитагурова, Игорь Радченко. Итоги недели. На заправках областного центра нет 98-го бензина. Ранее этот вид топлива реализовала лишь одна компания на одной из своих заправочных станций. Сначала АИ-98 продавались регулярными перебоями. Сейчас этого бензина нет вообще. Как магаданцы справляются с дефицитом этого горючего, расскажем в нашем следующем сюжете. Ускоренный износ двигателя, перегрев, местное разрушение силового агрегата. Все это последствия экономии на бензине. Пытаясь меньше заплатить за топливо для своего железного коня, многие переходят на горючее с более низким октановым числом. Говоря научным языком, это свойство топлива противостоять процессу самовоспламенения во время сжатия в камере сгорания двигателя. Водители забывают, а некоторые просто не знают, что оптимальная концентрация бензола, углеводородов, серы и других составляющих предотвращает преждевременное образование нагара на клапанах мотора, агрессивную реакцию топлива на резиновые и пластиковые комплектующие. Однако сейчас у магаданских водителей практически нет выбора. Единственная заправка, где продавали 98-й, уже достаточно длительное время не реализует этот вид топлива. Сейчас здесь предлагают только 92-й дизель. До этого ездил на 98-м, но на заправке, которую вы продавали, он закончился и пришлось заливать 95-й. Я заправляюсь 95-м бензином и, как сказать, мне 98-й не нужен, поэтому я даже не знаю, есть он или нет в городе. Я заправляюсь 92-м, так как я не вижу разницы ни в 95-м, ни в 98-м. Дешевле выходит, поэтому я заправляюсь 92-м. В Магадане розничной продажей бензина занимаются три компании. На заправках двух из них цены одинаковые. 95-й по 47 рублей 70 копеек, 92-й стоит 44-40, а за литр дизельного топлива придется заплатить 45-20. Еще одна компания предлагает топливо почти на 2 рубля дороже. В среднем разница при покупке 20 литров 95-го и 92-го составит порядка 60 рублей. А за замену так называемого железа для своей машины придется заплатить в разы больше. Александр Дроздова, Михаил Стройкин. Итоги недели. В последнее время в социальных сетях активно обсуждали перенос павильона автобусной остановки на улице Колымской. Как отмечают эксперты, это сделали для того, чтобы соблюсти правила дорожного движения и технические требования. Мнение жителей микрорайона по этому поводу узнала наша съемочная группа. Раньше остановка была расположена здесь. Теперь ее перенесли ближе к пешеходному переходу и расширили парковочные карманы для автобусов. Сейчас они не мешают другим водителям при посадке пассажиров. Колымчане к этому нововведению отнеслись неоднозначно. Ну неудобно, то что так вышел вроде как. Ну это смотря где живут, а мне она удобнее была, ближе. А тут идти надо, особенно когда на работу опаздываюсь. Столько времени было там, остановка нам была лучше там. Тут 50 на 50. Здесь постоянно заставлено машинами, постоянно заставлено. И они и будут стоять. С той стороны, вот сейчас нету машины, вот что остановку сделали. К магазину подъезжают, тоже заставлено. Несмотря на то, что мнения разошлись, перенос остановки оправдан. Ее расположение позволяет всем участникам дорожного движения видеть друг друга. А главное, не нарушать правила. Олеся Хитагурова, Игорь Радченко. Итоги недели. Сотрудники ГЛУДА продолжают подготовку к асфальтированию улицы Советской. Теплосеть полностью закончила свои работы на этом участке. Все разрытия закрыты. Практически полностью уложен бордюр. Оформлены пешеходные зоны. Сейчас коммунальная техника ровняет щебень. После чего проезжую часть и тротуары заасфальтируют. Проезд по Советской по-прежнему закрыт. Далее моя коллега Олеся Хитагурова расскажет о самых интересных событиях в России и за рубежом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Брюсселе косить газоны отправили ослов. В рамках экологического эксперимента в трех городских зеленых зонах работают не коммунальщики с оглушительными косилками, а домашние животные. Правительство города нововведение одобрило и решило продолжить проект. Рейды по выявлению подпольных производителей спиртного провели в тюрьмах Ирландии. Проверки прошли во всех 14 учреждениях страны. В 9 из них были обнаружены запасы домашнего самогона. Его общий объем составил около 600 литров. Банк ВТБ-24 значительно упростил линейку пластиковых карт и тарифов. Теперь для клиентов доступен единый продукт – мультикарта, с возможностью самостоятельно подобрать условия и бонусы. Подробности в следующем материале. Как не платить за обслуживание банковской карты, получать бонусы от путешествий и без процентов переводить деньги родным и друзьям? Ответ нашли в банке ВТБ-24 и создали мультикарту, которая заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. В июле 2017 года банком ВТБ-24 запущен новый продукт, называется мультикарта. Это карта, которая объединила в себя все пожелания клиента. Она позволяет получить проценты на остаток по счету. Она позволяет бесплатно снимать денежные средства в любых сторонних банкоматах, осуществлять переводы как внутри банка, так и во внешние банки. Кроме того, действует система бонусов, которую держатель мультикарты может изменить, позвонив в колл-центр ВТБ-24 или обратившись в отделение банка. Можно выбрать любую из пяти категорий – путешествия, кэшбэк, авто, рестораны, изберегатель. Этот бонус позволяет вернуть процент от потраченных на покупки денег. При сумме от 5 до 15 тысяч рублей в месяц возвращается 1%. В диапазоне от 15 до 75 тысяч – 2. А при расходах более 75 тысяч банк вернет вам 5% от потраченных средств. Стоит отметить, что клиентов банка, оформивших мультикарту до конца лета, ждет подарок от ВТБ-24. Уважаемые клиенты, рады вам сообщить, что до 31 августа у нас действует акция. При открытии пакета мультикарта есть возможность открыть накопительный счет под 10% годовых. Рады ждать вас в нашем отделении. Таким образом, новая пластиковая мультикарта ВТБ-24 является единственной в своем роде и позволяет не только получать максимальный доход от транзакций, но и объединить все банковские карты в одну. Олеся Хитагурова, Игорь Радченко. Итоги недели. Установка мобильных станций, экстренной связи, реконструкция и модернизация санатория Талая, развитие золотодобывающих предприятий. Магадан готовится к участию в третьем восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6 и 7 сентября. В первую очередь, как отметил на еженедельном брифинге губернатор Владимир Печеный, там представят те проекты, которые уже реализуются на территории региона, но требуют дополнительных инвестиций. В программу войдет проект «Павлик-2». Его запуск, по прогнозам, позволит увеличить добычу драгметалла на этом золоторудном месторождении практически в два раза. Планируют подписать и ряд других соглашений. Мы планируем подписание ряда соглашений с банковскими структурами по поддержке малого и среднего предпринимательства. Планируется подписание соглашений с Министерством связи и массовых коммуникаций и Росавтодором по продвижению фактически находящегося в стадии опытной эксплуатации нашего проекта по обеспечению экстренной связи и мобильной связи вдоль федеральной и региональной дороги. Мы будем продвигать, и я буквально через несколько дней буду в рабочей поездке на курорте Талая с тем, чтобы все-таки курорт Талая стал тем знаковым объектом для жителей прежде всего Дальнего Востока для получения качественного лечения. Сэкономить на вывозе и утилизации строительного мусора решил один из жителей Сокола. Груду разбитых кирпичей мужчина бросил в лесном массиве на месте старого парка аттракционов. Такой случай не единичен. На территории областного центра регулярно появляются несанкционированные свалки. Что грозит за такие нарушения благоустройства, расскажем в нашем следующем материале. Шикарный какой. Мешок за мешком мужчина разгружает багажник своей машины. Разбитые кирпичи, которые он сбрасывает в яму в лесном массиве поселка Сокол, судя по всему, остались после ремонта. При этом его не смущает ни группа людей, отдыхающих неподалеку, ни предупреждение, что его снимают. Опустошив от мусора свою Хонду, он уезжает. Правда, ненадолго. Буквально через 10 минут мужчина возвращается с новой партией стройматериалов. А вы знаете, что этот год – год экологии? По номеру машины личность удалось установить. Фотографии и видеоматериалы направлены специалистам административно-технического контроля. Заброшенный в лесу строительный мусор придется заплатить. Предусмотрена ответственность статьей 64 закона Магданской области об административных понарушениях, которая предусматривает штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей на физических лиц, которые это сделали. Для юридических лиц эта ответственность уже будет от 15 до 75 тысяч рублей. И если на первый раз законодательством предусмотрено предупреждение, то в следующий раз заплатить заброшенный мусор в неположенном месте придется точно. А вот навести за собой порядок необходимо в любом случае. Об этом правонарушителю правил благоустройства придет информационное письмо. За этим пунктом административная инспекция ведет особый контроль. За неисполнение грозит еще один штраф. Сомнительная экономия 200 рублей за вывоз и утилизацию может обернуться многотысячными санкциями. Ежегодно в месячнике чистоты и других экологических акциях принимают участие сотни жителей региона. Из лесных массивов, зон отдыха, из побережья Ходского моря убирают сотни кубометров мусора. А вот сколько его оставляют туристы, и те, кто не желает заключать договоры на вывоз и утилизацию отходов на полигон, не сосчитать. Пока коммунальщики убирают несанкционированные свалки в одном районе, сами жители Магадана создают их в другом. Если вы стали свидетелем такой ситуации, не оставайтесь безучастны. Фото и видео присылайте в административно-технический контроль мэрии Магадана. Александр Дроздова, Михаил Стройкин. Итоги недели. На эти выходные запланировано несколько спортивных мероприятий и концертов. Открытие лыжероллерной дорожки, ежегодный фестиваль бардовской песни «Куваевский костер». Подробнее о плане мероприятий можно узнать на сайте мэрии Магадана. Это вся информация к данному часу. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите канал Карибу. Скоро будут новости. Здравствуйте. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Магадане ожидается облачная погода. Временами возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 12, тепла днем до плюс 14. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Далее информация о приливах и отливах. Полная вода в 11.51. Малая вода в 5 часов 53 и в 18 часов 8 минут. Напоминаю, что спонсор прогноза погоды – салон авторской бижутерии «Эквип» в универмаге «Центральной». Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. «Эквип», «Эквип». Новые коллекции дизайнерских украшений из Франции, Дании, Голландии и Канады. Ручная работа, неповторимый стиль и многообразие материалов. Бутик «Эквип» в универмаге «Центральной». Вы ведете активный образ жизни, но у вас близорукость? Для тех, кому некомфортно в очках, Крофт Оптика представляет ОК-терапию. Ночные линзы за время сна, корректирующие близорукость. Вы надеваете их только на ночь. Линзы создают гидродинамические силы, которые изменяют толщину эпителия роговицы. Эти микроскопические изменения создают такие условия, что утром, вынимая линзы, вы хорошо видите до следующей ночи. Ночные линзы работают, пока вы спите. Крофт Оптика. Телефон в Магадане. 62-85-47. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА